Книга «Открытым оком». 16-й том. Тема «Монашество». Вопрос 3042. Если монахам было показано, что живущие в мире выше их по праведности, то почему же они не взяли за образец тех мирских людей? Ответ Игнатий Тихонович Лапкина. Крамольнейшие слова говорите, не зная духа монашества. 16-й том. Добра они сделали, живя в мире, будучи ревностными христианами. Но у монаха заклинило, зациклило на одном, нужно приобщиться к его имени монашеского. Он вылавливает жемчужины и хоронит, закапывает их всю свою жизнь монашескую. А уж концовку всегда припишут с благоуханием, с нимбом, с ангелами поющими. Но так ли будет на суде Божьем? Вот только один пример людоедской политики монахов. Можно догадаться, что ни один был такой изувер. Его биография неполная, там были и иные жертвы, быть может. Все евангельские слова Христа о том, чтобы отвергнуться себя, взять крест и следовать за Господом, монахи толкуют только в смысле принять монашество, последовать за ними в горы, страдать на корешках. Привожу выдержку из книги, изданную по благословению господина Ридигера. Лавсайк, или повествование о жизни святых и блаженных отцов. Перевод с греческого, Москва, 1992 год, по благословению патриарха Алексея II. Страница, наверное, 117-я. Об Ави Пафнутии. Кавычки открыты. После продолжительного подвижничества Пафнутий молил Бога открыть ему, кому бы из совершенных по святости он был подобен. Ангел явился ему и сказал. Ты подобен такому-то флейщику, который живет в городе. Пафнутий пошел, разузнал о его добрых делах и сказал ему. Хотя я не знаю за собою, чтобы сделал что-нибудь подобное, но ты без сомнения слыхал, что я славен подвижничеством, ибо не в беспечности провел жизнь свою. И вот Бог открыл мне о тебе, что ты нисколько не ниже меня по добрым делам. Посему, когда Бог так печется о тебе, брат, ты не оставляй души своей в пренебрежении, на волю случая. Флейщик тотчас же бросил из рук флейты, и, променяв благозвучие музыкальной песни на духовное сладкопение, последовал за сим мужем в пустыню. В продолжении трех годов подвязался он сколько мог, проводя жизнь свою в пении псалмов. И в молитвах, наконец, пришел на небо, и почил, сопричисленный к ликам святых и чинам праведных. Проводивший к Богу сего усердного подвижника добродетели, Пафнутий стал вести жизнь более совершенную в сравнении с прежнюю. И опять молил Бога открыть ему, кому из святых он подобен. Опять был к нему глаз Божий. Ты подобен старшине ближайшего селения. Пафнутий немедленно отправился к нему, и тот сказал о себе. Вот уже тридцатый год, как я разлучился со своей женою, прожив с нею только три года, и прижил от нее трех сыновей, которые служат мне по моим делам. Я до сих пор не оставлял страннолюбия. Никто из поселян не похвалится, чтобы он принял странника прежде меня. Бедный или странник не выходил из дома моего с пустыми руками, не получив прежде нужного для пути. Не пропускал я бедного, удрученного несчастьями, без того, чтобы не подать ему в достаточного утешения. Не был я лицеприятен к своему сыну на суде. Чужие плоды не входили в дом мой. Не было вражды, которой бы я не примирил. Никто не обвинил моих сыновей в неприличных поступках. Стада мои не дотрагивались до чужих плодов. Не засевал я первые своих полей, но предоставлял их всем, сам пользовался только тем, что оставалось. Не допускал я, чтобы богатый притеснял бедного. Во всю жизнь мою никого не огорчал, никого никогда не осуждал. Услышав о добродетелях сего мужа, Пафнутий облабызал его голову и сказал «Да благословит тебя Господь с Сиона, и узришь благая Иерусалима. Тебе недостает еще одно из добродетелей, многомудрого познания о Боге, которое не можешь ты приобрести, если не отвергнешься мира, не возьмешь креста и не последуешь за Спасителем». Услышав сие, тот немедленно, не сделав даже никаких распоряжений касательно своего имущества, последовал за этим мужем в гору. Немного времени прошло, и сей муж скончался. Пафнутий опять молил Бога открыть ему, кому он подобен, и опять сказал глаз Божий «Ты подобен купцу, ищущему хороших жемчужин. Встань же и немедленно, с тобой встретится муж, которому ты подобен». Он пошел и увидел одного купца, Александрийского. Сей был муж благочестивый и христолюбивый, торговал на двадцать тысяч златниц, имея сто кораблей, и теперь возвращался из Верхней Фиваиды. Он все свое имущество и все прибытки от торговли раздавал бедным и монахам, и в этот раз с сыновьями своими нес Пафнутию десять мешков овощей. «Что это, любезный?» спросил Пафнутий. Тот отвечал ему. «Это плоды торговли, приносимые Богу, для подкрепления праведных». «Что же, — сказал ему Пафнутий, — «ты не примешь нашего имени?» Когда тот признался, что очень желает всего, Пафнутий сказал ему. «Да коли ты будешь заниматься земной торговлей и не примешься за небесную куплю?» Купец, нисколько не отлагая, приказал своим сыновьям разделить между бедными все, что у него оставалось, а сам отправился в гору, заключился в том месте, где до него подвязались двое, и постоянно молился Богу. Прошло немного времени, и он, оставив тело, сделался небожителем». Кавычки закрыты. Сразу же вопрос. Дмитрий Ростовский отлично знал про все ловсайки, прологи. Так почему же он не поместил в житии Пафнутия эти эпизоды? Из пяти официально канонизированных Пафнутиев, под описанного здесь праведника, подходит более всего Александрийский, преподобный. Февраль XV, живший в V веке. Но тут упоминается еще и его дочь, Ефросиния. Но оказывается, что и жития его нет на этот день. Почему? Очевидно, что даже для такого чистопородного монаха, как Дмитрий Ростовский, велико было искушение, описывать ли для людей этого Пафнутия, чтобы не соблазнить малых сих, кормящих монахов. А по описанию ловсайки, сей Пафнутия есть наивысший образец монашеского делания. Он же жемчужины собирал, сманывая в пустыню и погребая там трудолюбцев. Попытаемся вникнуть в суть описанного, что уже в 1992 году благословляет печатать для подражания советский патриарх Дроздов. Обычное монашеское самомнение, доведенное до гордыни падшего Херувима, что ему нет равных. Вопросы ставит каждый Пафнутий так. Есть ли кто равный мне? Кому я подобен? На самом же деле тут желание узнать, к кому также Бог благоволит и вполне опровергнуть Бога. Пафнутий тут же разговаривая с тем, кто равен ему, делает немедленный вывод. Тебе не хватает вот такого-то шага. Ты еще не достиг совершенства вот потому-то. А это потому-то и то-то, конечно же, как догадались, есть «приблагословенное» и «пресвятейшее» монашество, куда обольщенных утаскивает обольститель. Предположим, с великим недоверием, что Пафнутию все три раза был голос и явление с неба, от Бога, а не от лукавого, как нередко описывают жития святых. Случалось и с теми, кто после был канонизирован. Если молитва Пафнутия была услышана Богом, то вопрос, почему Господь не осадил сразу же? Евангелие от Луки, 17 глава, 10 стих. Так и вы, когда исполните все повеленное вам, говорите «мы, рабы, ничего не стоящие, потому что сделали, что должны были сделать». Монахи постоянно высокоумствуют о своей туманности и присущие только Богу слова применяют к своей утробе. Исход, 9 глава, 14 стих. «Нет подобного мне на всей земле». Думающие и говорящие, что они бесплодны, получают укор. Думающие и говорящие, что они бесподобны, получают укор. Исайя, 47 глава, 8 стих. «Но ныне выслушай это, изнеженная, живущая, беспечная, говорящая в сердце своем, «Я и другой подобный мне нет». Потрясающая простота, с которой Пафнутий отворачивал головы своим жертвам. У него чисто старообрядческая проповедь «Ты, еретик, переходи к нам». В каком же духовном состоянии находились описанные здесь жертвы лютого монаха-палача? Они ни слова не говоря бросают уже налаженную христианскую жизнь, о которой сам Бог и ангелы засвидетельствовали, что они угодны Богу, и не ниже этого отшельника. Значит, внутри их не было евангельского учения, а была тоска о высшем. А высшее – это, конечно же, и несомненно, монашество. И вдруг случай представился взойти на сию вершину благоуханных песнопений. И если Пафнутию был голос небесный, и он был в том уверен, то как он посмел Божие определение выправлять? Что его жертвам где? Еще одного не достает, а именно скрыться от мира в монашеской пещере. Если при встрече они были уже равны с Флейщиком, то почему Пафнутий не допустил мысль, что именно ему не достает до совершенства уйти в мир на служение ближним, а не зарывать свой талант в горах? Уморил Флейщика и снова ставит рекорды в посте, стал еще более совершенным. И снова его заносит на ту же ступень гордыни, что так он высок. Высок уже по сравнению с самим собой, каким был до встречи с Флейщиком. Возьмем условно, что раньше по какой-либо шкале святости монах Пафнутий I был на отметке 5, наравне с Флейщиком, но вторая его жертва, старшина ближайшего селения, был наравне с Пафнутием II, который по святости выше того, каким он был до роковой для Флейщика встречи с ним. Нынешняя святость Пафнутия, допустим, оценивается уже по отметке 6, равной сегодняшнему старшине, второй уже более значительной жертве, скажем, администратору районного масштаба. Значит, этот администратор-старшина был по отношению тогдашнего Пафнутия выше его, как 5 к 6, и однако он и этого сумел сглотнуть, как Змей Горыныч. Селение лишилось праведника, и пример благочестивой жизни сгнил в пещере, талант закопан преподобным Пафнутием. За это его будут во святые после смерти проталкивать следующие его последователи. И третий агнец попался ему, когда тот шел накормить алчного себялюбца Пафнутия. Пафнутия разрушила его семью. Самого умолил, а дело нищелюбия заглохло, корабли ушли на переплавку. Ныне там везде мусульманство, и все это благодаря безумству Пафнутия, в которой афиширует господин Ридигер, патриарх Алексей II. Издан ныне Лавсаик без комментариев, а как образец для подражания. Когда Пафнутий вышел на поиск тогдашнего Анасиса, он был духовно еще выше себя первого, то есть условно назовем сегодняшнего Пафнутием III. Но тогда, по сравнению с Пафнутием I, третья жертва ненасытного отшельника, купец Александрийский, муж благочестивый и христолюбивый, был выше по крайней мере на два порядка, и цена ему была бы семь. Так почему бы сразу не послать Пафнутия I к купцу Александрийскому, мужу благочестивому и христолюбивому, чтобы он увидел, что его успехи весьма ниже сего купца? Пусть кому-то не покажутся эти рассуждения длинными, ибо они ждали Пафнутия полторы тысячи лет. Обзор всех слоев населения показывает, что уже в V веке Библия была абсолютно неизвестна народу, на всех уровнях. Ни одна из трех жертв не возразила чернолистцу словами Писания. Послание к Римлянам, 10 глава, 3 стих. Ибо не разумея праведности Божией и усиливаясь поставить собственную праведность, они не покорились праведности Божией. Им легко было внушено, что спасение самое надежное только в монашестве, в отшельничестве и даже не в монашеском общежитии. Идея монашеского благочестия и превосходства над всеми добродетелями христианскими пропитала всю пустыню и государство. Это возможно было только при одном условии, что не было иного руководства, то есть Слово Божие было зарыто, спрятано. Теперь аввы, отцы, могли манипулировать народом по своему усмотрению. Еремея, 2 глава, 13 стих. Ибо два зла сделал народ мой. Меня, источник воды живой, оставили, и высекли себе водоемы разбитые, которые не могут держать воды. Еремея, 17 глава, 13 стих. Ты, Господи, надежда Израилева, все оставляющие Тебя посрамятся, отступающие от Меня будут написаны на прахе, потому что оставили Господа, источник воды живой. Галатам, 4 глава, 17 стих. Ревнуют по вас нечисто, а хотят вас отлучить, чтобы вы ревновали по них. Евангелие от Марка, 9 глава, 42 стих. А кто соблазнит одного из малых сих, верующих в Меня? Тому лучше было бы, если бы повесили ему жерновый камень на шею и бросили его в море. Притчи, 1 глава, 12 стих. Живых проглотим их, как преисподние, и целых, как нисходящих в могилу. Ведро дырявое так много подвело, и влага растеклась с ущербом рядом. Сосуды есть поганые на зло, на осуждение сестры своей и брата. И чтобы не услышали их уши, они трезвонят, ссорят и поганят. Пожарные команды не потушат, пожаришь, что зажег один плюгавый. И не удержит пакостную новость, она их раздирает изнутри. Расхристанные сбрасывают пояс, при обличении срываются на крик. В большом дому есть разные сосуды. Кто чист от лжеучений, с малолетства, тот будет зубы зажимать и губы, о том домашние не пожалеют после. Стрела в бедро вонзенная торчит и не дает шагнуть без хромоты. Кладут пораненого на пробитый щит, кричит от боли он до хрипоты. Как вырвать хочется обломок от стрелы, так новость пустозвон раздирает. И плавится язык от поношений злых. Ведро поганое наполнено до края. Нам за слова придется отвечать, за разные по весу и значению. Дай, Господи, нам на уста печать. Наполнить их святым, не абы чем-то. И пусть, как алавастровый сосуд, разбит он будет страстную седмицу. Пусть лучше наше имя пронесут, от слов и дел сподобимся напиться. На выброс продырявленное часто, и легче заменить на новое, чем клеить. Светильники с нечистым маслом гаснут, от осуждения им перебьют голени. 14 марта 2006 год. Игнатий Лапкин.